Это видео к занятию 1 и наше задание 2. Я в этом задании расскажу вам, какими файлами мы будем работать. Во-первых, общая рекомендация ко всем выполняемым вашим вами заданиям. Пожалуйста, сохраняйте проделанную вам работу в виде кода. Для этого можете использовать функцию сохранения правильных команд, если вы используете стата, или функцию также сохранить или вставить в программе из PSS. В этом случае вы сможете либо дома повторить все сделанное вами в классе, либо использовать эти команды, либо их корректировать при необходимости. И эту программу или код вы должны будете приложить к вашему эссе. Мы с вами на первом занятии будем использовать несколько файлов с данными. Это данные 24-й волны, индивидуальные и семейные. И также склеенные данные за несколько волн, с 5 по 24 волны. Также индивидуальные и семейные файл, где оставлены только основные переменные. Для того, чтобы начать работать, я вам рекомендую создать на жестком диске вашего компьютера, в директории C или D, свою собственную директорию, которую я рекомендую называть единообразным. Вот таким образом. Если вы работаете в компьютерном классе, имейте, пожалуйста, в виду, что на директории C файлы после перезагрузки компьютера не сохраняются. Прошу вас никогда не использовать рабочий стол для создания рабочей папки или тем более сохранения туда ваших файлов. Конечно, это касается компьютерного класса, но и на ваших персональных компьютерах я не рекомендую этого делать. Не рекомендую также называть папки русскими буквами. Это часто не очень хорошо воспринимается из программы стата. После того, как вы создадите эту папку, вы должны скачать оттуда данные, зазипованные данные для первого семинара из LMS, из Smart LMS. И вы должны эти данные раззиповать. Там содержатся не только данные, но и другие материалы. У вас должна получиться вот такая директория, в которой находятся три папки коды БУК. Там как раз содержится соответствующий код БУК для данных, наших данных, которые мы используем. Следующая папка – это данные для первого занятия. И третья папка – это вопросники пятнадцатой волны для того, чтобы мы могли с вами пользоваться ими и смотреть, как конкретно сформулированы вопросы. Также находятся файлы с текстом занятия. Вот у меня пример такой папки. Вот здесь на диске C или C я создала папку RLMRSWORK. И у нас семинар один. Вот она, моя папка. Здесь семинар один. И здесь три папки. Соответственно, здесь код БУК. Здесь у меня данные. Вот четыре файла, о которых я говорила. Причем два зазипованных, потому что они достаточно большие. Это вопросники. Вы можете увидеть здесь вопросники для взрослых, для домохозяйства, для детей и также по ценам. И есть еще два файла экселевских, которые я сама делала по двадцать четвертую волну. В каждом из них вы можете посмотреть, какие вопросы тоже за какие годы задавались. И вот два файла. Они идентичны с текстом заданий к нашим семинарам. Но я вам рекомендую пользоваться файлом допуским, потому что отсюда при необходимости вы можете переносить команды в программу стата. Что я вам также не то что даже рекомендую, а обязательно требую, чтобы вы, когда начали работать со скаченными вами файлами, переименовали их, чтобы исходные скаченные файлы сохранялись в неизменном виде. Это поможет в том случае, если у вас будут ошибки. И я рекомендую вам тем файлам, которые вы создадите, давать имена, которые для вас будут понятны. Например, я использую букву H в названии семейного файла, букву I в названии индивидуального файла, указываю волну или несколько волн, если их несколько. Вы можете добавить вашу фамилию, номер семинара и так далее. И только с этими файлами мы с вами будем работать. Пожалуйста, сохраняйте также созданные вами новые файлы, коды. И я вам рекомендую сохранять эти файлы на флешках. Вы можете пересылать их себе по почте и так далее. Обязательно сохраняйте преобразованные файлы. То есть, если вы что-то делаете с файлом, сохраняйте новую версию. Сохраняйте файлы кода с файлой аутпута. Рекомендую это также делать в той же директории, где лежат данные. Это вам поможет легко их собрать, если нужно будет в конце занятия эти файлы выслать мне для того, чтобы я их проверила. Соответственно, как я вам уже сказала, есть в анкете четыре разных анкеты, но только три типа файлов. Семейные, домохозяйственные файл. И есть еще данные, которые... Эти данные можно скачать с сайта. Семейные, индивидуальные файлы. Данные с характеристиками населенного пункта можно получить по запросу. Как я вам уже говорила, названия всех переменных в любом файле начинаются с... Ну, в любом файле за отдельную волну начинаются с буквы, которая характеризует номер волны. Например, для пятой волны это A, для шестой B и так далее. Вторая буква это будет номер раздела анкеты A, B, C, D и так далее. А цифры уже говорят о номере вопроса в данном разделе. Имейте, пожалуйста, в виду, что могут быть некоторые различия в номере анкеты и в файле, потому что в анкете нумерация делается для респондента, а в файлах с одним и тем же вопросом в разных волнах дается один и тот же номер для возможности сопоставления и склеивания. В дальнейшем я нередко буду называть переменную именем, который начинается со второй буквы, то есть имени раздела. Так как первая буква меняется от волны к волне. Так одна и та же переменная J1 будет иметь имена AGJ1 в пятой волне и AJ1 в двенадцатой волне.